Ролик по фильму «Брат» с режиссерским разбором вызвал довольно большое количество комментариев. И мне захотелось ответить на вопросы, которые вы в них задаете, и немножко скорректировать направление ваших размышлений. Я специально выписал некоторые комментарии, я их зачитаю и дам на них какие-то ответы. Данила, прошедшая Чечню, вовсе не наивный и непростой мальчик. Внутри он выше, сильнее всего, что вокруг, поэтому не замечает съемочной площадки, на которую выходит. Понимаете, можно делать любое количество предположений по поводу главного героя. Можно считать, что он был в спецвойсках и обучался как разведчик. Можно считать, что он хитрый, двуличный и только делает вид, что он наивный и добрый. Можно считать, что он не замечал, ну как, не заметил съемочную площадку. Все это можно считать. Но когда мы занимаемся разбором фильма, когда я занимаюсь разбором фильма, это не процесс угадывания. Это не так, что я посмотрел на фильм, но мне кажется, что он наивный. Суть разбора заключается в том, что изначально я беспристрастно собираю сцену за сценой все действия, которые совершает персонаж. И если он в 15 сценах проявляет себя как наивный дурак, то, соответственно, предположить, что он делает вид, что он наивный везде, нигде не проявляя свою настоящую личность, что должно было бы произойти, это означает, что он действительно наивный дурак. Поэтому те вещи, которые я наблюдаю в фильме при его разборе, они основываются не на том, что я угадал то, что мне хотелось бы видеть в герое. Мне кажется, что он такой. Как раз-таки суть разбора в том, что сначала ты собираешь огромное количество реальной информации, фактов из фильма, не фантазируя ничего. А уже потом, совмещая эти факты, пытаешься понять, каков персонаж и к чему он идет. Есть люди, которые пишут, что я не упомянул в разборе о том, что Данила служил в армии, и это как-то на нем отразилось. Он действительно приходит из армии, действительно на нем военная форма в первом кадре. Он действительно говорит, что он отсиделся писарем, был в Чечне, но отсиделся писарем в штабе. Разумеется, что фраза, что я отсиделся писарем, не стыкуется с тем, что он крошит всех направо и налево, и вы в комментариях предполагаете, что он врет. Он соврал, что он писарь, на самом деле он убийца, разведчик и диверсант, его обучали этому. Господа, все возможно, если в структуре произведения вы находите этому подтверждение, кроме собственного желания видеть героя таким. В фильме есть множество подтверждений того, что он не имеет специальных навыков. Простите меня, то, что он делал с коробком спичек, куда он крошил серу и приделывал запал, или то, что он делал с патронами, заряженными обрубленными гвоздями, вы видите в этом методику подготовки спецагентов и разведподразделений? Вы думаете, что разведподразделение учит начинять коробки серой селитры и делать из охотничьих патронов то, что сделал Данила? Это больше похоже на школу, не знаю, подворотни, гопников, зэков, чего угодно. Но это не школа военных подразделений. Нигде, ни в одном месте Данила не проявляет себя, как человек, имеющий навыки убийцы, обученного в армии. Это фантазия. То, что он человек изобретательный, безусловно, так у нас вон в любой район заедьте, где высокая преступность, там все так делают. Только они не учились в армии. Это школа улицы, подворотни жизни. Это борьба за существование. Но это не обученный спецназовец. Рэмбо, человек, вы хотите историю про Рэмбо, который вернулся из армии, которого не принимает реальная жизнь. Данила не такой. Он не спец армейский, который вернулся в жизнь, который его не принимает. Я еще раз и еще раз настаиваю на том, что Данила не врет. И когда он говорит, что он отсиделся в штабе писарем, он не врет. Когда он говорит, что ездил на стрельбище и взаимодействовал с оружием, его там учились стрелять, он тоже не врет. Он умеет с ним обращаться. Поэтому не нужно думать, что это отмороженный человек с войны, который пришел в реальный мир и стал всех здесь убивать, потому что на войне его научили убивать. Это фантазия. Этого в фильме нет. Что касается того, что он не наивный, а только делает вид, что он наивный. Опять-таки мы будем опираться на то, что происходит в фильме. Для того, чтобы так утверждать, должны быть моменты, где герой проявляет себя расчетливой сволочью, как брат Данилы. Но Данила от начала до конца немножко простоватый и наивный. И все делает абсолютно беззлобно. Поэтому давайте будем считать его парнем, вернувшимся с войны, не имеющим специальных навыков, абсолютно наивным и принимающим все на веру. Вообще, это история о русском Витязе, который был искушен и поддался искушению. И, в общем-то, это его губит. По крайней мере, в рамках этого фильма назвать Данилу победителем нельзя. Он вроде бы выиграл, он вроде всех победил, а по факту он проиграл. Стал ли он к концу монстром и негодяем? Мне кажется, точнее всего на этот вопрос ответил немец. Вот и ты пропал. Вот и ты пошел не по той дорожке. Но человек на то и человек, чтобы он заблуждался, входил-выходил, терялся, находил себя. И, пожалуйста, не приплетайте к этому фильму впечатление от следующего фильма, брат. Потому что на момент съемки первого фильма о втором фильме, о конкретном его сюжете, еще никто не знал. Да и первый фильм был наброском. Балабанов сам говорил о том, что у него даже конкретного сценария не было, когда он фильм замышлял. Не то, что второго, но и первого брата. Поэтому второй фильм, он, на мой взгляд, я пока его не разбирал, но вот пока, по моим ощущениям, он не является прямым продолжением первого фильма. Потому что там вот этот трагический герой Данила, он, мне кажется, немножко видоизменяется. Но я не могу это утверждать фактически, так как я второй фильм пока еще не разбирал. В фильме нет развития главного героя, его нет ни в первом, ни во втором брате, его нет на войне. В фильме «Война» его нет в кочегаре. Смотрите, действительно мы можем сказать о том, что Данила, как герой, не имеет какой-то дуги характера, как ее называют. Не имеет какого-то мощного изменения от начала к концу. Но в разборе есть один вид исключений. В классическом варианте герой начинает фильм одним, а заканчивает его полностью изменившись. Есть еще второй вариант развития дуги характера, когда герой был вначале одним и остался до самого конца точно таким же, но при условии того, что ситуация вокруг него была настолько жесткой, что любой другой вменяемый человек обязательно должен был бы измениться на 180 градусов. Но наш герой не меняется. И именно не измениться в критических, чудовищных условиях и является событием той самой сменой дуги характера. Поэтому есть два варианта. Есть вариант, когда герой сам борется и изменяется. А есть вариант, когда он остается неизменным от начала и до конца. Но остается неизменным в ситуации, когда он не мог не измениться и все-таки остался прежним. Я приведу вам очень простой и очень пошлый пример, который ярко демонстрирует отсутствие дуги характера, при том, что любой другой персонаж должен был бы измениться. Есть такой фильм «Догма» про двух абсолютных идиотов, которым выпало спасти Бога. Ну вот Бог попал в беду, он вселился в какую-то девушку, девушка лежит в больнице в коме, и пока девушка в коме, Бог не может действовать. И двух абсолютных отморозков, просто отморозков самых последних, послали Бога выручать. И вот они идут вручать Бога и по дороге совершают самые добрые, самые замечательные поступки. Первый, второй, третий. И мы все ждем, когда они от этих поступков станут лучше, ну как бы станут добрее, но они остаются отморозками. И вот финальный кадр. Они освобождают Бога. Эта прекрасная девушка приходит в сознание. Она видит своих спасителей. Она спускается к ним по лестнице перед зданием. Целует каждого из них в лоб. И мы видим, как у них текут слезы по лицу. Мы видим, как у них светлеют глаза. Что мы понимаем? Они просветлели. Они, наконец, из дебилов стали светлыми, умными, чистыми людьми. Она отходит в сторону. Первый из них поворачивается ко второму и говорит, блин, у меня на нее так встал. Я надеюсь, вы меня простите за такую фривольную цитату, но это указывает на ситуацию, где любой другой человек, когда его Бог целует в лоб, должен был просветлеть. А он не просветлел и остался таким же тупым, как был в самом начале. Поэтому это я просто пытался продемонстрировать, что есть второй вариант развития дуги характера, когда она остается прежней от начала до конца в ситуации, когда она обязана была измениться. Надеюсь, мне удалось донести свою мысль. Ну, вот вы пишете, он не дурак, он расчетливый, он хитрый, он все хитрит. Но это фантазии. Этого в фильме нет, и из сцену в сцену он ведет себя как человек. Совершенно ничего не понимающий в жизни, ничего не планирующий, не умеющий с этой жизнью взаимодействовать. Многие писали о том, что он же не убил парня режиссера, которому пообещал, он убил бандитов, а режиссера не убил. Значит, он хороший. Вы меня извините, ему сказали, нужно поехать и убить там чувака. Он взял и поехал туда убивать чувака. И если бы он не вышел к Бутусову в этот момент, поднявшись на этаж выше, то он бы того человека, которого нужно было убить, и убил бы. А режиссер он пообещал, свое слово дал, по понятиям, что тебя никто не тронет. И он его выполнил. Убил не режиссера, а убил бандитов. Такой же бандитский поступок, такой некрасивый поступок. Вообще, Даниила очень спорный персонаж, попадающий в очень тяжелую ситуацию. И финальный кадр, я хотел о нем сказать, но забыл финальный кадр, когда он едет с водителем. Водитель такой веселый, дядька в майке, за ним такие русские народные еще в кабине рисунки замечательные. И водила спрашивает, ты куда? Он говорит, да, в Москву, там по делам. У того обрез выпадает. Водитель видит обрез, как-то вздыхает и едет дальше. Никак на обрез не реагирует. И мне кажется, что вот в этом примирении, в этом взгляде водителя есть что-то важное, мне кажется. Я сейчас не хочу трактовать, потому что у каждого из нас будет своя собственная ассоциация. Но то, что Данила пошел не по тому пути, лично мне очевидно. Мне его жалко, потому что это хороший, добрый, честный парень, который попал в ситуацию какого-то искушения деньгами, властью, оружием. И который этому искушению легко поддался. Еще раз хочу подвести черту про трагедию этого фильма. Я сейчас попробую ее очень легко насквозь обозначить. Мы привыкли к тому, что наш национальный герой, который борется со злом, он всегда побеждает и выходит победителем. Он Змея Горыныча задавил, он Соловья-разбойника придушил, он Кекимеру утопил, получил Василису Прекрасную, полцарства. И тут и сказочки конец. В жизни получается ситуация следующая, когда наш национальный герой Данила Багров спасает одного, спасает другого, спасает третьего. Он вынужден убить четвертого, вынужден убить пятого, взять деньги за шестого. И в результате уезжает с обрезом в Москву. И он вроде все сделал как герой. Он вроде всех спас. Он был добрый, он был честный, он был открытый. Он обещал и выполнял. А в результате встал на тропу убийцы. И от этого страшновато, что в жизни сказка не заканчивается так, как она заканчивается. То есть, того выхода, которого мы ожидали, его нет. Есть большой знак вопроса, что важно и к чему идти, и кто прав. И что тот алгоритм действий, к которому мы привыкли, приводит в никуда. В данном случае. Вот. Поэтому мне хотелось, чтобы ваши комментарии немного были скорректированы. В том смысле, что он не лживый человек. Не человек травмированный армией и наученный убивать. Который, как Рэмбо, приходит в наше общество. Он наивный, добрый человек, который попал в искушение и, в общем-то, пропал, как говорит немец. А что будет дальше, посмотрим. Спасибо.